Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня депрессия связанная с разводом. Ничего не радует, ничего не хочу делать. Делаю через силу после того как ушла от мужа. Дела резко пошли в гору финансовые. Ушла в работу, но меня это не радует. На нервной почве стала сильно болеть. Постоянные простуды, расстройство кишечника, слабость постоянно. Хочу лежать и плакать, ничего не делать. Понимаю, что это не нормально, надо двигаться дальше. С мужем отношения были сложные всегда. Только первые два года все было хорошо. Он меня не бил, не унижал, а вот морально издевался. Делал что хотел, употреблял наркотики, траву, что-то нюхал в последнее время. Я с этим боролась, потом устал. Когда выпивал, как крайне редко это было, пытался издеваться в эти моменты. Когда как поругаемся, уходил на неделю, а то и на месяц. Много раз ловил его на сайте знакомств. Спросил они делать этого, человек не слышал. Друзья всегда были на первом месте. Деньги давал только в долг. Даже когда у меня была замерзшая беременность, не было средств. Он дал денег в долг. Очень жарный мог оставиться в тяжелой ситуации. В феврале я ушла от него, он меня заразил вирусом. Лечение, правда, оплатил, но от этого не легче. Я поняла, что он гулял, а я всегда следил за своим женским здоровьем. Мне до сих пор больно. Мы давно вместе понимали, что не хотел и не хочу с ним быть. А чувства остались. Еще кажется, эти 34 года жизнь закончилась. Высказаться некому. Не знаю, как справиться с этим состоянием. Все в себе на ощупь. Поделиться не с кем. Как все это побороть. Ну, в общем и целом, я думаю, что здесь совершенно очевидно, если мы говорим о какой-то такой общей картине. Вот здесь совершенно очевидно, на мой взгляд, по крайней мере, что вам хочется сейчас действительно поделиться и рассказать о том, как и что с вами происходит, по сути. Ну, на мой взгляд такой, по крайней мере. Вот. Значит, я думаю, я думаю, что само собой, вот, начинать вам нужно именно с этого. Вот. То есть, вам нужно начинать именно с того, вот, чтобы рассказать, выразить. То, что у вас, вот, ну, наболело, так сказать. Это первый момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание. То есть, вам не о чем поговорить, да, вы чувствуете себя, по сути, вот, такой, получается, изоляцией, вот. И, в общем-то, вот, ну, не будете вы одна, да, то есть, ну, не ощущая себя, вот, в этом, как бы, одинокой, вам, может быть, было бы не так тяжело. Вот. Это нормально и понятно, что после развода, да, после таких нелёгких отношений вы чувствуете себя подавлено. Вот, ещё и бороться пытаетесь со своими чувствами, думая, что вот вы сейчас всё, всё поборете и пойдёте дальше. Вот, я вам могу с уверенностью сказать, что боролись вы всегда, вот. То есть, у вас всегда была эта борьба, вот, это, ну, вы пытались поборовать это. Всегда. Далеко не только, вот, сейчас, далеко не только в эту, ну, вот, в это время, вот. Вы это делали, вы это делали, на мой взгляд, всегда, вот. Поэтому первое, что нужно, это, конечно, выразить, выплакать, выговорить, да, всё накопившееся, вот. В том числе, по отношению к вашему, вот, бывшему мужу, да, вот. Потому что всё это, ну, довольно так сильно на вас оказывает влияние. Вот. Дальше. Вы пишите, у меня депрессия, связанная с разводом. Ну, депрессию вам, вообще говоря, должен, конечно, диагностировать врач. То есть, я не знаю, например, вот, а почему, ну, почему вы решили, что у вас депрессия, вот. С чего вы решили, что у вас депрессия, но депрессия это болезнь, вот. И если это заболевание, то нужно, чтобы его диагностировал, диагностировал врач. Вот. Врач, значит, психозерапевт, да, значит, либо психиатр, вот, либо клинический, ну, клинический психолог, вот. Это, вот, в первую очередь необходимо, если у вас есть подозрение на депрессию, на то, что у вас депрессия. Далее вы пишите, что после развода, значит, соответственно, если, значит, у вас такие чувства, то это, вообще говоря, нормально. Тут, опять же, после развода испытывать не самые радостные чувства, да, вот, которые испытываете вы, это более чем нормально, на мой взгляд. Вот. И ничего такого в этом нет. Вот я почему об этом говорю, потому что, ну, в вашем случае мне, например, как-то вот, прямо-таки, знаете, показалось, что проблематика может быть у вас связана именно с тем, что вы, вот, чувства свои подавляете. Вот. То есть, вот, понимаете, как-бы, если, если бы вы со своими чувствами, да, бороться бы не пытались, вот, и если бы вас было с кем поговорить, кому выразить это всё, рассказать, вот. Может быть, и, ну, и не было бы ничего, ничего, или было бы легче. Так, значит, ничего не хочу делать, ничего не радует. Вот. Ну, давайте вот немножко здесь на таком субъективном уровне попробуем посмотреть, да, как получается, что вас ничего не радует, не радует. Вот. То есть, именно вот на субъективном уровне попробуем это смотреть. То есть, вам ничего не интересно, да, или как, или вот, все интересы, значит, потеряли, ну, смысл, значение для вас, вот. А что вам было интересно, ну, то есть, вот, раньше, да, то есть, чем вы, чем вы, ну, чем вы увлекались, чем вы занимались, что вам нравилось, вот. То есть, вот, можно, конечно, на это посмотреть, да, можно обратить внимание на банный аспект, вот. И постараться увидеть, значит, каким образом на субъективном уровне у вас нет никакой, ну, никаких интересов. Вот. Сейчас. То есть, у этого, опять же, есть свои основания, вот. У этого есть свои причины, как бы, в этом смысле, понимаете? Вот. То есть, вы здесь, получается, что, говорите о симптомах? Да? То есть, это симптоматика, то, что вы описываете, вот. А нам бы, вот, поговорить о причинах. Вот. Я бы, как это всё развивалось. Дальше. После того, как ушла от музи, от музи дела резко пошли в гору, но меня это не радует. Давайте подумаем, из какого чувства вы ушли от музи. Лично мне показалось, что от мужа вы ушли не в чувство того, что тебя, ну, например, тебя больше не люблю, да? Вот. С тобой больше быть не хочу. А как будто бы вы ушли от мужа из чувства какого-то разочарования, или обиды, или злости на него и так далее. Вот. То есть, это был уход и чувство, что с тобой жить невозможно больше. Вот. Я пыталась, да, пыталась, пыталась, но вот разочаровалась и всё. И не могу больше забылить. Вот так вот. То есть, постарайтесь увидеть, постарайтесь увидеть, из каких чувств вы ушли от своего мужа. Так, почему не радуют дела, которые ушли в город? То есть, опять же, вы ушли в работу, это защитный механизм. Вот. То, что вы ушли в работу. Ну, переключились, по сути, да? Вот. Но вас это не радует. Почему? Вот. Понимаете, здесь вырисовывается картинка такая, на самом деле, что вы для себя не живете. Вот. То есть, здесь вырисовывается картинка такая, что вам сложно жить для себя. Вот. Сложно, как бы, принадлежат себе, как будто бы. Вот. Хотя, у вас есть претензии к мужу, что он для вас там чего-то не делал, да, что он там не давал вам деньги и так далее. То есть, вроде бы претензии есть, вот, вроде бы, вроде бы претензии есть к нему. Вот. Но, в то же время, есть ощущение, что вы, вот, не умеете для себя жить. Вот. Есть ощущение, что вы, вот, ну, вот, не привыкли для себя жить. И, когда у вас пошли дела в гору, вы просто оказались в состоянии, в таком состоянии, вот, что по сути не знаете, что с этим делать. Вот. А дальше, значит, на нервной почве стало сильно болеть. А из-за чего нервничаете? Здесь вот мне показалось, что нервничаете вы из-за того, что испытываете чувства, которые нельзя испытывать. Ну, по вашему мнению, мне так показалось. А вот. Понятно, что могу я ошибаться. Вот. Но мне так показалось. То есть, вот, что конкретно вызывает вас именно нервное переживание. Вот. Что вас беспокоит? Тревога ли это, значит, связанная с, ну, со своим состоянием? Вот. Тревога ли это, связанная с чем-то ещё? Например, вот, ну, как вы описываете кризис свой, да? То есть, кризис вот, что в 34 года жизнь кончилась и так далее. Но вы описываете, вы описываете. В этом не дело. А может дело в чем-то, в чем-то, в чем-то ещё. Вот. Так, значит, дальше. Стало болеть, постоянная простудия, расстройство кисечника, слабость, постоянно хочу лежать и плакать, ничего не делать. Это по потребностям внимания, это по потребностям, что вас услышали и очень долго вас не слышали. Вот. Ну, опять же, вы себе запрещаете переживать, как будто бы, соответственно, ваши эмоции уходят в тело. Вот. Ну, если вы себе запрещаете их проживать. Ну, в той или иной степени, вот. Они будут уходить в тело, к сожалению, это аксиум. В этом мысли. Вот. Дальше. Так, хочется лежать и плакать, ничего не делать. Понимаешь, что это не нормально, надо двигаться дальше. Это нормально. Чтобы двигаться дальше, нужно было, чтобы было куда двигаться дальше. То есть, ну, вы не можете просто, знаете, и начать куда-то двигаться. Вот. То есть, это так, это так не работало. Вот. Вам нужно именно, именно куда-то двигаться. Вот. Вопрос только в том, куда. Вот. Чтобы вам понимать, куда двигаться. Вот. Вы не можете себя прочувствовать. Анget pajamas. И можно узнать, что любые, ваше эмоции, любые ваши чувства, Какими бы они ни были, ну нормальные, что они абсолютно нормальные, что они абсолютно естественные. Вот, и что вы, пожалуй, имеете на них право, что вы имеете право на свой счет, понимаете, да? Так, с мужем отношения были сложнее всегда, только первые два года было все хорошо, тысячевые. Скажите, пожалуйста, вот, значит, были сложные отношения всегда. Это что значит, что все, значит, были сложные? Вы говорили, что первые два года было все хорошо, да, потом вот. Может потом, ну, проблемы появились. Как это было? То есть, как получилось? Так, что первые два года было хорошо, а потом нет. мне это, вот, в данном случае, очень интересно. то есть, ну, очевидно, что и вы, очевидно, что и ваш муж что-то делали для того, чтобы ваши отношения, например, ну, грубо говоря, были хорошими, допустим, ну, допустим, для начала, были хорошими, вот, а потом, ну, как бы, ваши отношения стали хуже, вот. То есть, это не само собой происходит. То есть, ну, это не само собой происходит. Да. И в этом, в этом, в том числе, есть и ваша ответственность. Вот. То есть, ну, есть ваша ответственность в том, что отношения были сначала хорошими, потом они стали хуже. Ответственность – это не вина. Вот. Сразу хочу сказать. Ответственность – это именно ответственность, то есть, это ваш вклад, это ваше действие, вот. Соответственно, задача – понять, в общем-то, что это за обязательство, вот. Когда нам было хорошо первые два года, вот, потом стало плохо, вот. И, собственно, вопрос, заключая завтра в том, что же, собственно говоря, изменилось. Вот. Может быть, изменилось что-то в вашем поведении? Может быть, изменилось что-то в нём? Так, значит, эм… он меня не бил, не унижал, морально издевался, делал что лучше я хотел и так далее. Я с этим боролась. А для чего боролись? Зачем боролись? Не принимали? Или что? То есть, ну, для чего боролись? Это очень, на мой взгляд, важный момент, чтобы как-то понимать, что происходит. Вот. То есть, борьба. Борьба. Это история про непринятие, это история про, да, непринятие человека и про желание человека, ну, как-то переделать. Вот. То есть, как-то вот желание человека спасти, может быть. То есть, это созависимость и треугольный карп. Ну, вот изучите это этим два аспекта. Так, потом устала, пишите вы. Тут тоже весьма интересный, получается, момент. Вы пишите, что устали, а вот в какой момент вы устали. То есть, ну, вот, вы почувствовали, вот, что устали. Вот. В какой момент это произошло? То есть, опять же, получается, что в вас что-то изменилось. Когда выпивал, пытался издеваться в эти моменты, здесь вы как-будто на него жалуетесь. Когда поругаемся, уходи на неделю, а то и на месяц. Ну, понятно, это была, скорее всего, манипуляция, но вы-то сами какой вклад делали в, так скажем, конфликт. То есть, ну, когда вы говорите, например, там, допустим, поругаемся, да, для меня это звучит несколько непонятно. Там еще люди ругаются, ну, как бы, каждый, каждый про свое. Вот. Вам надо увидеть здесь, опять же, какой вклад в насилие в конфликт. Вот. Так вот, так вам будет проще, и самое главное, вы не будете чувствовать себя жертвы, потому что вы увидите, что ваши действия приводили к определенным результатам. вот. Сейчас вы просто как бы говорите, что вот, муж, значит, действовал вот так, и, значит, все. Так, уходил на месяц, да, и как возвращался, много Я словил его на сайте на коп, спросил не делать этого, человек не слышал. Но вот здесь удивительным образом вы видите, что человек на сайте на коп и просто его этого не делал. То есть, как-то здесь история не про то, чтобы, эм, понять человека, да, вот, ну, понять его, да, вот, там, чего тебе не хватает, там, да, там, вот, а в силу чего ты, вот, как-то приходишь к этому, ну, я не знаю, сайт знакомства и так далее, вот. А, нет, тут вот вы, получается, просто просите человека этого не делать, вот, то есть это, как мне кажется, ну, отсутствие коммуникации между вами, интересы друг другу, возможно, вот. Это довольно интересно, потому что, получается, что вы просите человека чего-то не делать, да, ну, как будто бы для своего спокойствия больше. Дальше, человек не слышал, а какой ему, какой мотив ему вас слышит? Друзья всегда были на первом месте, деньги забыл в долг, даже когда у меня была замерзшая беременность. Замерзшая беременность, это еще одна травма, тоже эмоции, которые у вас находятся. Вы пишите, что друзья были на первом месте у него, и деньги всегда забыл в долг, ну, вот именно что всегда. Ну, вот. И вы как будто бы это спарвали. Вот, значит, не было средств, он дал денег в долг, очень жарный, мог оставить тяжелую ситуацию. Окей, это звучит как претензия, но всегда ли он таким был или нет. Вот, я поняла, что он, значит, в феврале я ушла от него, я поняла, что он гулял, всегда слетил за своим женским здоровьем. Мне до сих пор больно, мы давно вместе. Ну, на данный момент, мы не вместе. Вы поняли, что он гулял, то есть это измена, да, получается, еще одна травма, да. А все это для вас означает, вот. На мой взгляд, здесь очень сильно вы себя обесцениваете, что мужчина меня не ценил, да, и так далее, вот вы себя как будто обесцениваете. Понимаете, не хочу быть с ним, а чувства остались. Какие это чувства? Что это за чувства? Еще кажется, что тридцать четыре года жизни закончилось, высказаться некому. Ну, а как же, друзья, родные, вот. Не знаю, как справиться с этим состоянием, все в себе нашу, поделюсь, нет, как все это побороть. Начать, начать об этом говорить, ну вот. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на свою работу. Суomen zac 할�vär да. Лимон, это всё, все да. ... ... ... Продолжение следует...